Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр, и это видео от Академии Счастья. Сегодня мы поговорим о улучшении качества жизни, и тема сегодняшнего видео, как понимание себя ведет к счастью. Потому что многие люди по-разному воспринимают то, нужно ли вообще изучать себя, нужно ли заниматься духовным ростом. Ведь бывает человек просто родился, потом пошел в школу, в университет, поработал, вышел на пенсию и умер. Такой сценарий жизни нам диктуют, скажем так, свысока те, которые хотят нами управлять или управляют. А мы можем этот сценарий жизни подкорректировать, сделать его таким, который будет приятен нам, полезен и, соответственно, приносить благо. В чем заключается изучение себя? В том, что мы занимаемся духовной практикой, которая позволяет заглянуть вглубь, внутрь себя. То есть понять свои мотивы, мысли, границы, причины своего прихода существования в этой игре. И когда мы разбираться начинаем в этом, то появляется очень много различных вещей, которые приводят к пониманиям, к озарениям. В этом плане даже есть такой довольно интересный сериал «Мир дикого запада». Он такой американский, да, со всякими там ихними эффектами, но есть очень важная идея, что когда биологические роботы просыпаются и начинают понимать, что с ними происходит, почему они здесь, то происходит совершенно другая игра. Я не призываю там к какому-то восстанию или мятежу, нет. Это только усугубит ситуацию, потому что у нас и так полно восстаний и мятежей. А самое главное – это эволюция сознания. То есть когда сознание постепенно, но в такой ежедневной манере увеличивает свою осознанность. И осознанность – это именно то, сколько есть свободного внимания прямо здесь и сейчас, в настоящем моменте. И когда мы увеличиваем свою осознанность, то мы чувствуем, что нас становится как бы больше, то есть больше единиц внимания. А чем больше единиц внимания, тем лучше мы можем справляться с тем, что происходит с нами, с окружением. То есть можем лучше справляться с теми задачами, которые мы ставим себе. Ведь те же даже проблемы, которые якобы создаются кем-то, да, мы сами создаем. То есть проблема – это, по сути, состояние выбора между этим и другим. Вот, и когда мы справляемся с проблемой, то нам говорят – надо выбрать. А на самом деле, чтобы действительно справиться с проблемой, надо научиться создавать проблемы и их рассоздавать по собственному желанию. И то же самое делать с негативными зарядами, которые у человека накапливаются в его жизни. И тогда происходит действительно исцеление. То есть мы становимся радостными, гармоничными, целостными. Вот, и поэтому, когда я говорю о ежедневной практике, например, процессинге счастья, который я провожу как соло самостоятельно, так и с другими людьми, то получается, во время процессинга человек понимает, кто он такой, убирает вот эти вот негативные заряды, и ему становится гораздо лучше. Потому что он уже живет своей жизнью, то есть жизнью, направленной на благо, на улучшение. То есть нет желания спорить с кем-то или доказывать свою правоту. А есть единственное желание – улучшать свое состояние и помогать другим улучшаться. Потому что это тоже процесс улучшения себя, то есть расширение. Вот есть такие вещи, как динамики, да, то есть это стремление к выживанию. И когда человек расширяется, то у него как раз увеличивается желание по динамикам тоже расширяться. То есть динамика семьи, группы близкой по духу, динамика человечества в целом, то есть и, конечно же, динамика растений, животных, всего нашего пространства, которое мы называем материальная вселенная, динамика духовной жизни. И динамика создателя. Вот и когда человек в полной мере становится создателем своей жизни, когда он берет ответственность за свою жизнь, то происходят колоссальные изменения. То есть больше не нужно кого-то там обвинять в чем-то, обстоятельства или что-то еще. А происходит полное понимание собственной жизни. То есть происходит такое переосознание, человек понимает, «Да, так я же на самом деле в прошлом делал какие-то вещи, ну, скажем так, не особо правильно, не особо корректно». И вот наступает вот это состояние потока, состояние гармонии, радости и счастья. И начинаешь жить вот по новой. Я, например, занимаюсь процессингом уже около 20 лет. И тоже был, можно сказать, потерян в жизни, не знал, что делать. Я помню эти дни, когда я начал заниматься, я начал обучение, я начал проходить процессинг, и я понял, что это приносит мне радость, что я действительно возвращаюсь к себе истинному. И с этого начался мой путь переосознавания. Да, было много терний, множество различных там уходов в сторону, но на самом деле я знал цель. То есть моя цель – это была духовная свобода. И я пришел к этой цели, к духовной свободе, и теперь помогаю людям тоже достичь этой духовной свободы, то есть проводя их по мосту, то есть по шагам. Самое главное, что эти шаги прописаны, и любой человек при желании может по ним пройти и стать духовно свободным, радостным и счастливым, то есть осознанным и действовать на основании блага по всем динамикам, то есть для всех людей, для всех живых существ во всех вселенных. Вот поэтому, друзья, кому интересно эта тема, тема улучшения качества жизни, увеличения осознанности, то пишите мне в комментариях или прямо в контакты, в сообщениях. Я все контакты даю под этим видео. Вот также дам контакты моей книге, которую можете скачать в интернете «Мир и вечного познания», где я описал, как работает именно то, что каждый может создавать свои вселенные и улучшать состояние как свое, так и других людей. Вот. И, конечно же, если видео вам понравилось, то ставьте вверх палец, там есть, что это понравилось. Делитесь видео со своими друзьями и колокольчик для напоминаний. Вот. Если можно поделиться видео со своими друзьями, тоже будет им это интересно. Вот. И, конечно же, рад буду видеть вас. То есть общение в общении в соцсетях. Я открыт к общению. И предлагаю, если кому-то интересно, можно сделать бесплатную консультацию, где я выслушаю вашу ситуацию и расскажу, как можно ее улучшить с помощью процессинга или каких-то других методик, с которыми я тоже знаком. Вот на этом, друзья, на сегодня все. Желаю всем гармонии, счастья и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok